У кого нога? Это нога у того, у кого надо нога. Пожалуй, после победного сейва Игоря Акинфеева в России не осталось ни одного человека, так или иначе не пошутившего насчет его быстрой и удачливой ноги. Не случайно именно этот момент был выбран Дмитрием Левочкиным и его напарником Евгением Чесом совместно с футбольными фанатами из горок десятых для нанесения на стену местной электроподстанции. Мы не могли отказать с моим другом российским болельщиком и сделали, наконец-таки реализовали фразу «золотая нога бога» Акинфеева. Импровизация, полная импровизация, то есть исходя из фотографии того самого легендарного отбивания удара сейва, мы как раз-таки и делали эту работу. Для профессионалов такого уровня сама работа была технически нетрудной. В общей сложности на нее ушло всего несколько часов. Зато теперь один из самых памятных моментов российского чемпионата мира будет не один год радовать глаз болельщиков, возвращая их к приятному моменту торжества отечественного футбола над испанской красной фурией. Едва появившись в соцсетях, изображение галкипера сразу завоевало симпатией интернет-пространства. Техника смешанная, и какой-то экспрессионизм, и граффити традиционный на фоне, и какие-то надписи, связанные именно с таким фаном, месседжем. И, конечно же, элементы реализма, то есть сама Акинфеев. Говорить о том, сколько баллонов ушло на полотно, художники не стали. Рисовали от души и краску не считали. Сказали лишь, что продержится она на бетонной стене долго. Напомним, буквально несколько дней назад Дмитрий Левочкин получил специальный приз регионального конкурса граффити, посвященного футбольному чемпионату мира. Поэтому жители горок десятых могут по праву гордиться новой достопримечательностью поселка, вышедшей из-под баллончика настоящего мастера. Петр Горохов, телекомпания Одинцова.